Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Дневной разворот, а вернее разворот на бизнес, наша традиционная рубрика снова в эфире в студии Олег Прохоренко, Владимир Сметанин. Еще раз добрый день. Добрый день. Много гостей у нас сегодня. Еще раз повторю, Татьяна Метелева, председатель правления некоммерческой организации КПК «Народная касса» Кирово-Чепецк. Она же председатель ассоциации «Вятский союз кредитных кооперативов». Лариса Федур, председатель некоммерческой организации КПК «Народная касса» Верхошижиме и Слободской район. Татьяна Хилькевич, директор КПК «Уржум». И Марина Червякова, директор КПК «Котельницкий». А также Сергей Иванович Шаров, вице-президент «Вятской торгово-промышленной палаты» и гендиректор компании «Торговый дом». Еще раз добрый день всем. Напоминаю наши координаты. 708-502-708-502. Номер нашего прямого эфира. Номер для смс 8-909-720-101-0. На сайте Хакирова и на нашей странице ВКонтакте можно по-прежнему поучаствовать в вопросе на тему, где вы берете деньги, когда вам они нужны, где берете в долг в банках, в микрофинансовых организациях, в кредитных потребительских кооперативах, к знакомым с этим вопросом обращаетесь, либо принципиально не берете деньги в долг. Результаты не меняются. 55% обращаются к знакомым. На втором месте принципиально не беру деньги в долг 20 с лишним процентов. На третьем месте в банк. А на сайте Хакирова лидирует вариант ответа «банк». На втором месте кредитный потребительский кооператив. Мне же хотелось бы вторую часть начать с слов главы руководителя фонда поддержки предпринимательства Кировской области Вячеслава Александровича Клиндухова, который в интервью сказал бизнес-новостям в нашей газете, что кредитные потребительские кооперативы вышли из состава приоритетных направлений развития деятельности фонда. Сказано было так, к сожалению, не все люди, которые приходили в кооперативную среду и создавали кооперативы, преследовали цели развить кооператив в каком-то отдельно взятом поселении. Были люди, которые воспользовались ситуацией, использовали льготные средства на другой бизнес, либо расходовали на личное потребление. И в результате работа значительной части кооперативов оказалась неэффективной. По заявлению областного фонда проводятся проверки правоохранительными органами в отношении руководителей кооперативов. Уже порядка 90 кооперативов прошли через суды по возврату ранее полученных средств фонда. Некоторым из руководителей, к сожалению, даже отбывают наказание по уголовным делам. Такая информация прозвучала из его уст. На вопрос, значит ли это, что не будет поддержки даже тем кооперативам, которые показали свою состоятельность и активно работают на рынке, Вячеслав Александрович ответил, работа с кооперативами будет осуществляться по стандартным условиям и по остаточному принципу. На сегодняшний день работающие кооперативы, которые принимают вклады пайщиков и выдают займы, не самые прозрачные организации, считает он. Мне бы хотелось этот тезис обсудить, насколько действительно прозрачной является деятельность кредитных потребительских кооперативов. Напомню, это некоммерческие организации, которые не имеют права извлекать прибыль, вернее, распределять прибыль между членами-пайщиками. Эта прибыль, она пускается, направляется на дальнейшее продолжение деятельности кооперативов. Так это или нет? И вот то, что касается прозрачности, это тезис. Я не знаю, Татьяна Метелева. Наверное, отвечу с прозрачности. Во-первых, мы проводим ежегодные собрания членов-пайщиков, и мы должны отчитываться, озвучивать свои расходы, доходы. И мы отчитываемся ежеквартально в СРО. Все наши кировские кооперативы, большинство. На данный момент 37 кредитно-потребительских кооперативов в Кировской области, 22 кредитных кооператива входят в СРО Народная касса «Союз Берзайм», город Москва. И каждый квартал мы сдаем отчетность в СРО, и она нас контролирует. Поэтому я считаю, что мы еще должны проводить аудиторские проверки. Своими силами привлекая аудиторскую организацию? Да, с определенных активов мы должны проводить аудиторскую проверку. То есть получается, что у Москвы к вам претензий нет? Нет, в СРО Народная касса «Союз Берзайм» входит 250 кредитных кооперативов из 57 регионов России. Каждый год подводятся итоги в конце года. И из 9 призовых мест в течение 3 лет 5-6 кооперативов занимают призовые места. Это говорит о многом. Если первый год мы победили и сказали, но это только первый раз, второй раз победили, то третий раз этому уже никто не удивился. А то, что касается закрывшихся кооперативов, ведь создавалось-то их намного больше, не 35, а сотнями исчислялось. Почему это произошло? По какой причине? И есть ли в этом злой умысел или неумение работать с членами-пайщиками? Ну и тут вот еще смежный вопрос по СМС у нас есть. По какой причине чаще всего выходят из кооперативов? По какой причине выходят? Две причины. Это кому-то, может быть, хочется вернуть обратный боевой взнос, потому что в разных кооперативах он разный. От 100 рублей до 1000 рублей. Поэтому, когда не берется небольшой займ, например, 20 тысяч, то эта сумма для некоторых людей бывает. Ну вот 1000 рублей обратно забирают. И потом они снова вступают, приходят, снова вступают, снова платят. Или же есть кооперативы, кто все время пожизненно там рассчитывая, что они на самом деле будут долго и вместе с нами будут. А по поводу уменьшения количества таких организаций, о чем Олег спросил? Ну я хочу сказать, что я считаю, что мы не снимаем кооперативы, которые остались, не снимаем ответственность руководителей кооператива, допустившись за должность, например, даже по договорам займа с фондом. Допущено много ошибок. Это и неэффективный менеджмент, и элементарная система, отсутствие элементарной системы контроля выданных займов в кооперативах, и отсутствие возможности проверить платежеспособность и кредитоспособность клиентов в удаленных сельских территориях. Очень много закрылось в маленьких городах кооперативов, потому что руководителю очень тяжело, если небольшая сумма привлечена личных сбережений, найти деньги и обеспечивать кооператив, и зарплату нужно платить, и платить за аренду помещения, и, соответственно, НБК это тоже стоит. Это все деньги. Поэтому многие очень, вот, кстати, по опросу, многие доверяют знакомым. Очень многие директора кооперативов, к сожалению, выдавали знакомым. Не пайщикам? Нет, почему? Пайщикам? Пайщиками становились, но это были знакомые люди, но, к сожалению, знакомые люди очень часто подводят. Поэтому, когда люди берут в долг у знакомых, портятся отношения, и многие приходят в кооператив и говорят, мы лучше в кооперативе возьмем, чем у родственников, чем испортить с ними отношения. Я считаю, что так проще. Ты рассчитался с кооперативом, и отношения в семье среди родственников остались хорошими. Марина Ленинзовна еще хочет добавить? Я хочу добавить, что вот такой опыт негативный получился еще из того, что не было опыта на момент создания кооперативов. То есть это был пилотный проект. Обучение, да, было проведено, областной фонд, там программное обеспечение, все. Но все равно требовался определенный опыт проверки платежеспособности. То есть доверяем, знаем. Но есть очень хорошая пословица доверяй, но проверяй. То есть я думаю, что вот многие директора просто вот этого момента не учли. Кроме того, на тот момент не было закона о кредитной кооперации. Он вступил гораздо позже, где были определены нормативы, положения, ряд... В 2009-м, да, он вступился, не ошибаюсь? Да. В общем-то, этого ничего не было. То есть и люди, наверное, вот в силу своей некомпетентности, незнания и неумения работать, а не больше того, что какие-то там были злоупотребления. То есть мы вот прежде, чем пройти какой-то другой этап, мы очень много ездили по стране, вот когда нужно, вступил закон, когда нужно было определяться с саморегулируемой организацией. Этот вопрос решался очень непросто, сложно. Мы ездили и в Казань, и в Москву, и в другие регионы, изучали, смотрели, как работают кооперативы, что вот... создали свою ассоциацию, где обменивались опытом, делились какими-то своими достижениями, ошибками. То есть вот нам объединение в ассоциацию и помогло, наверное, дальше продвигаться, работать и избежать каких-то более таких глобальных ошибок, чтобы кооператив в дальнейшем стал стабильным. Марина Леонидовна, а у вас точно так же фонд затребовал сумму, которая была выдана на поддержку малого бизнеса? Или на данный момент есть ли у вас задолженность еще перед фондом? Нет, вы знаете, у нас был договор пролонгирован, и, в общем-то, по каким-то обстоятельствам, то ли в балансе какая-то цифра не устраивала, вроде бы там сказали, что у нас резервный фонд не соответствует уже положению, хотя на самом деле у нас резервный фонд соответствовал, у нас всегда деньги, как положено закону, на расчетном счете, и вторая часть кооператива второго уровня. Видимо, областной фонд не учел, что вторая часть находится в кооперативе второго уровня. В общем-то, нам потребовали досрочное расторжение и возврата. А о какой с вами идет речь? Да, у нас было 4 миллиона рублей, нам вот за этот период, ну вот эти постепенно выдавали деньги, и, в общем-то, на эмоциях, наверное, от обиды, то, что мы организовали кооператив, поверили, и цель наша была не зарабатывание денег, а решить какую-то социальную проблему. И, в общем-то, мы в течение 3-4 дней эти деньги вернули у нас. Ну, стабильно работающий кооператив, деньги были. Это какая доля вообще ваших активов? Капитала? Ну, примерно процентов 8. То есть очень небольшая? Очень небольшая, да, и мы могли вернуть, хотя сумма достаточно высокая, 3 миллиона рублей. И я что хочу сказать. Почему мы в этих деньгах, когда уже успокоилась, эмоции прошли, вот почему мы в этих деньгах заинтересованы? Во-первых, эти деньги были дешевые. И для стабильной работы кооператива... Это те же 5% годовых? Нет, вы знаете, уже сначала было под 5% выдавали, потом постепенно нас уже из приоритета исключали, и нам выдавали на общих основаниях. Даже больше, чем на общих основаниях. У нас было уже под 12% годовых деньги. Хочу сказать, почему мы заинтересованы в этих деньгах. Потому что для стабильно работающей финансовой организации нужно, чтобы поступление денежных средств для формирования фонда финансовой взаимопомощи было не из одного источника, а дифференцировано. То есть для того, чтобы снизить проценты, выдать предпринимателям, нам нужны дешевые деньги. То есть привлекаем деньги населения и берем займ в кооперативе второго уровня. То есть мы всеми этими источниками пользуемся. И в таком случае мы чувствуем свою какую-то стабильность и надежность. Ведь и банки поступают точно так же. У них тоже... Как средства вкладчиков, так и средства Центробанка. Центробанка. И кроме того, их еще в трудную минуту, вот в кризис поддерживает правительство. То есть они... Ну, либо учредители. Помогают им держаться на плаву. Да, помогают. То есть они вкладывают деньги, чтобы банки наши... Нет, а мы самостоятельно. То есть мы в этих деньгах, да, заинтересованы для своей стабильности. Но мы вернули деньги по первому требованию. Лариса Алексеевна, а у вас как ситуация? Ну, мы сейчас находимся как раз в стадии пролонгации по поводу непрозрачности. Вот как раз сейчас была речь. То есть какой-то норматив не соответствовал. Они увидели, то есть специалисты фонда увидели в документации несоответствие, о какой непрозрачности может идти речь. Они под микроскопом рассматривают в соответствии наших нормативов всех. Просто под микроскопом. Две недели мы рассматриваем все наши документы. Я сижу до ночи, распечатываю. Как правило, мы приносим порядка 150-200 листов распечатанных наших документов. Каждый раз у нас требуются копии свидетельств о регистрации. Как будто что-то может измениться. Мало того, заемщиков, указанных в обосновании этих займов, мы должны обоснование займа, который мы берем у фонда, мы должны в обосновании займов представить своих заемщиков. На какие средства берут, на какой срок взят кредит, какая сумма. Мы должны предоставить кучу документов. Немножко объясню. Средства фонда, привлекаемые кредитными кооперативами, они имеют право расходоваться только на малый бизнес, на индивидуальных предпринимателей. То есть те деньги, которые выдаются под обычные потребительские кредиты обычным гражданам, это уже средства непосредственно кооператива. Привлеченные кооперативами. Да, а средства, привлеченные от фонда, это как раз на поддержку малого бизнеса. Каждый раз для пролонгации, это мы должны собрать у людей согласие на обработку, на передачу персональных данных в фонд, потому что мы все регламентируемся одним законом о персональных данных. То есть мы по новой всех должны, то есть это работа, это такая серьезная работа по предоставлению всех документов, и еще и не должны нарушить ни один закон. по поводу прозрачности, я говорю. И понимаете, у нас из ассоциации, 14 кооператив в ассоциации, четырем только продлены договоры. А остальные находятся в подвешенном состоянии или должны вернуть через суды? Развращают через суды, возвращают по графикам, возвращают, либо вернули, вот как Марина Червякова у нас вернула. А заберите все. Лишь бы прекратить весь этот разговор. Вот, может быть, настало время задать этот вопрос, да, ключевой. А почему так ветер-то не в вашу сторону подул? Как-то Роза Ветров, правда, сменилась. Может, Сергей Иванович, у него есть ответ на этот вопрос? Ну, наверное, полного ответа нет. В данном случае я не вижу, что изменилась политика правительства в этом случае. Я думаю, здесь какой-то индивидуализм какого-то отдельного человека, руководителя этого фонда. Субъективное понимание? Чисто субъективное. Вот, даже прочитав в вашей газете, значит, вот это выражение, что изменили, а, простите, а что предложили-то? Взамен что? Что-то предложено? Нет. То есть, сегодня фонд, на мой взгляд, уже, так сказать, вот, а фонд также мы создавали практически с нуля, и сегодня он уже работоспособный механизм. Значит, так вот, мы предполагали немножко другое. Фонд не должен становиться банком. Фонд должен заниматься развитием предпринимательства. И если мы сейчас эффективность использования средств будем смотреть только с одной стороны, мы загубим малый бизнес. Это не совсем верно. Я думаю, что человек не понимает. Нет, ну, может быть, фонд признал, что наиболее эффективным механизмом, инструментом является как раз муниципальные фонды, да, через которые также деньги направляются на поддержку предпринимательства, а кредитно-потребительские кооперативы уже сами по себе. Муниципальные фонды мы создавали как инструмент работы с малым бизнесом. Изначально и муниципальные фонды должны быть в каждом районе. В каждом районе, иначе куда придут. Но вкладывая сначала деньги в развитие муниципальных фондов, мы предполагали, что через определенный отрезок времени, значит, эти фонды будут работать на хозрасчете. Они не будут просить у правительства каких-то дополнительных дотаций. Они начнут зарабатывать. Мы их сначала создадим, научим, запустим в работу, и они будут работать как нормальный рыночный механизм. А что происходит в других регионах, если есть информация? Остается ли, сохраняется ли поддержка кредитной кооперации со стороны государства, со стороны институтов, вот таких развития, как фонды региональные? Кто знаком с этой ситуацией? Ну, естественно. Но вы знаете, если уж говорить больше, она сегодня в Японии сохраняется. Япония до сих пор, как одна из самых сильно развитых стран по малому бизнесу, экономик мира, да, она продолжает поддерживать развитие своего малого бизнеса. И если мы вдруг индивидуально в Кировской области решили, что все, у нас тут все прекрасно и удивительно, нет, у нас не прекрасно и удивительно. Нам надо вдвойных сегодня удваивать усилия, так сказать, по развитию сельских территорий. Поэтому направление, я считаю, было задано правильно. Его надо не глушить, а надо развивать. А если говорить о российских регионах? Ну, а российские регионы сегодня наиболее активно работают сегодня. Да вот он рядом, Татарстан. Мы все время его приводим. Мы, кстати, с ним работали очень тесно, так сказать. Толь же Белгород прекрасно работают, так сказать, и продолжают работать. Там нет проблем, и там поддержка правительства идет очень активно. Там принята программа развития кооперации. Я думаю, что проинициируем и здесь сегодня, так сказать, потому что в этом году надо уже вносить программу развития кредитной кооперации, так сказать, в нашей области и сделать это мерой обязательной. Вот не просто нахотение одного человека может меняться политика, а это должен быть нормальный программный документ. Сейчас вот я буквально перед программой Татьяна Викентьевна Метелева дала посмотреть программу развития некоммерческой организации Ассоциации Вятский союз кредитных кооперативов на 2014-2018 годы. Видимо, написанное не так давно. Эта программа уже прошла согласование с какими-то структурами. Были ли переговоры, вот знаю, что с торговой промышленной палатой, да, которая там в партнерах значится. Вот что с этой программой, насколько она реальна, там есть цифры контрольные, итоговые по 2018 году. Допустим, предполагается, что количество членов Ассоциации достигнет 30, на сегодняшний день это 14 кооперативов входят в Ассоциацию. Численность пайщиков составит не менее 50 тысяч человек. Вот говорили тоже о том, что на сегодняшний день это 4 тысячи, то есть там достаточно серьезный прирост запрограммирован. И должно быть выдано до 2-2,5 миллиардов рублей, то есть совокупные активы кооперативов членов Ассоциации. На сегодняшний день вот цифра тут разошлась, ну где-то, я так, несколько сот миллионов. Да, то есть очень существенные закладываются параметры для роста, насколько они реальны, и есть ли уже какие-то договоренности с правительством области, с какими-то общественными организациями поддержки предпринимательства. Ну давайте скажу об этом я. Это Лариса Алексеевна. Скажу об этом я. Мы проводили круглый стол в Вятской торгово-промышленной палате 6 декабря 2013 года, где мы представили свою программу. Мы представили ее и правительству. Каких-то конкретных подтверждений о том, что эта программа принята или что-то еще мы не получили. Нам предложили написать программу развития кооперации. Департамент развития и предпринимательства. Но, понимаете, это довольно серьезная аналитическая работа. И я понимаю, что программы пишут, ну, наверное, не на колени, а такие серьезные. И мы пока к ней подходим издалека. Цифры взяты не с потолка были. Мы смотрели, как мы развиваемся. То есть мы проанализировали с 2006 года, как мы развиваемся, как мы прирастаем. И поэтому цифры были взяты не с потолка. Уже в этом году открыто порядка, наверное, 5-6 дополнительных офисов у кооперативов членов ассоциации. Естественно, привлечены члены-пайщики. Привлечены дополнительные личные сбережения. То есть я думаю, что мы выйдем на этот запланированный уровень. Для чего мы эту программу составляли, для ассоциации. Основная цель – это повышение доверия кредитным кооперативам нашей области. Потому что мы делаем все для этого. Мы опубликуем статьи. Мы выполняем свой мероприятие и план развития. Мы используем все возможности для того, чтобы имидж кооперативов повышать. Но своими силами нам не справиться. А какого рода помощь необходима, если не брать во внимание привлечение средств фонда? Что еще может сделать региональная власть, муниципальные власти? Для того, чтобы кредитная кооперация получила дополнительный толчок. Вы знаете, в программе развития предпринимательства Кировской области, областная целевая программа, мы были под программой развития кредитной кооперации. Сейчас нас из этой программы исключили. А как вам это объяснили? Мы не приоритетны. Наша отрасль не приоритетна. То есть зачем нас развивать? Нет, вопрос не в том. Не развивайте ради бога. Мы выросли, мы готовы. Нас топить не надо. То есть вы готовы обходиться деньгами своими? Мы обходимся сейчас своими деньгами, потому что, конечно, суммы, которые выдает Кировский областной фонд поддержки предпринимательства, они, как уже сказала Марина Леонидовна, они не настолько значительны. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что, наверное, объединившись или войдя в какую-то программу развития сельских территорий, или создав свою программу развития кооперативов в Кировской области, мы сможем сделать больше. Мы сможем сделать больше. Мы сможем, возможно, привлечь средства дешевые, более дешевые, для того, чтобы облегчить кредитное бремя своих членов-пайщиков. Потому что у нас, наверное, никто не выдает кредиты людям старше 70 лет. Мы выдаем кредиты до 100 лет. Вы не поверите, очередь стоит. В общем, единство намного лучше в этом отношении, чем какие-то подводные течения и недопонимания. А чтобы каким-то образом оградить себя от слов не очень положительных отзывов о наших кооперативах, мы приняли хартию чести и сотрудничество Вятской ассоциации кредитных кооперативов, где мы обговариваем с пределы разумности существования наших кооперативов, входящих в ассоциацию. Так, у нас есть на проводе телефонный звонок? Нет, нет, у нас перерыв нам пора сделать. После него обязательно мы сделаем телефонный звонок одному из членов-пайщиков, узнаем о том, насколько большую роль в его жизни играет потребительский кооператив. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается разворот на бизнес. В перерыве мы сейчас как раз-таки говорили о том, в каком направлении может или будет уже развиваться, кредитные потребительские кооперативы. Сергей Иванович Шаров, вице-президент ВТПП, гендиректор компании «Торговый дом» из Котельнича, он сейчас сказал, что создана рабочая группа, на базе которой обсуждается. Насколько мне известно, сегодня в правительстве уже создана рабочая группа по развитию кооперации в Кировской области. Мы говорим, если сегодня о кредитной кооперации, кредитная кооперация – это составляющая часть общей кооперации. То есть нам надо по-серьезному браться за развитие кооперации, если мы говорим о развитии сельских территорий. То есть эта рабочая группа есть. Я знаю, что один из заместителей губернатора ее возглавляет. А может быть и два будут, так сказать, сколько там разной направленности. Это ведь не только село А, это и производственный потенциал сегодня сельских территорий. То есть я думаю, что кредитная кооперация впишется в эту программу. Во всяком случае мы внесем это предложение в правительство. И она будет как составляющая часть развития кооперации. Вот это и будет ее завтрашний день. У нас звонок на проводе Надежда Широких. Это член патча кредитно-потребительского кооператива «Уржум». Она, насколько я знаю, занимается фермерской деятельностью. Вот мы... Надежда Васильевна? Алло. Да, да, да. Добрый день. У нас в гостях тут как раз Татьяна Хелькевич, директор КПК «Уржум». Мы ее позицию выслужили. Нам бы хотелось узнать еще ваше видение. Насколько успешна кредитная кооперация? Насколько вы, как предприниматель, как человек, который занимается фермерством, можете воспользоваться деятельностью кредитного кооператива? В чем преимущество? В чем, может быть, недостатки? Ну, на чистоту. Ну, как бы я считаю, с моей стороны, что недостатков нет. Поэтому они оказали мне большую помощь в 2013 году для первоначального взноса при лизинг-покупке комбайна. Мы получили миллион рублей на первоначальный взнос. Как бы таких денег нам, можно сказать, и кредит. Очень долго ведь оформляется, много документов надо. А вот как бы это в кредитном кооперативе, не так многие документы при оформлении запрашиваются. А вы сразу пошли в кредитный кооператив или сначала по банкам прогулялись? Мы, с одной стороны, как бы кредитуемся в сельхозбанке. Мы знаем условия, какие банки и какие в кредитном кооперативе. И поэтому более удобно нам получилось, что лучше обратиться в кредитный кооператив. Но там, насколько известно, не очень большие сроки получения этих средств. То есть в данном случае вы именно на первоначальный взнос и потом быстро вернули эти деньги. Да, да. Вообще, чем является в территории, в Ржомском районе кредитный кооператив? Насколько он полезен, насколько он нужен людям, на ваш взгляд? Ну, знаете, дело в том, что вот как бы полезен тем, что вот деньги можно получить как бы в любое время. Что вот, ну, например, ну, надо вот прям даже буквально вот в данный момент деньги, как бы вот обращаемся к кредитному кооперативу. И нам как бы вот как бы получат, могут выдать. Какой срок с момента обращения при предоставлении всех документов на рассмотрение угла? Ну, буквально час-два, если как бы все документы есть, какие вот как бы запрашиваются. То есть вы приехали в Ржом, привезли документы, подали, и через час-два уже можете получить деньги? Да, да. Ничего себе скорость. Надежда Васильевна, это единовременно, вот вы воспользовались этим кредитом? Займом. Займом, простите, да. Займом мы как бы очень много пользуемся, как бы тут же как бы и отдаем, и какое-то время и снова как бы это берем. У вас на сегодняшний день большое липоголовье? Это так уже вопрос немножко в сторону. Ну, как бы в данный момент у нас как бы с одного хозяйства привезено 19 голов, и буквально вот завтра едем еще за 30 головами в Кижанский район. И несмотря на это вы покупаете свой комбайн? Да, мы в 2013 году в Лизинг комбайн, потому что как бы у нас площади большие, а комбайн у нас был старенький, Нива, и поэтому совещались и решили вот приобрести комбайн Акрас. Это Ростильмашевский? Да, да. Ну, Нива тоже, Ростильмашевский. Да. А вы, простите, вы с нуля это все организуете? У вас не было ничего? Да, мы, как сказать, что с нуля, с нуля мы, мы же вначале, мы как бы начали работу с ЛПХ, держали свои подворья, а потом при увеличении как бы скота и техники как бы решили оформиться фермерским хозяйством в 2007 году. А где вы географически в Ружумском районе располагаетесь? Просто захотелось приехать. Лапьянское поселение, село Ашлань. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за мнение. Спасибо большое. Надежда Широких, членопающий кредитно-потребительского кооператива Ружум. Фермер вот так с нуля. В данном случае, вообще много таких примеров, когда люди обращаются, ну там нужен первоначальный вознос на лизинг, нужно поручительство, ну не поручительство, а какое-то там наоборотное средство в межсезонье, там в торговле или там в сельхозпроизводстве, в производстве стройматериалов. Вот как раз Татьяна Георгиевна, да, директор КПК Ружум. Да, я хочу ответить еще, тут Надежда Васильевна час-два сказала, конечно, то есть это те предприниматели, которые у нас давно уже пользуются нашими займами, которых мы знаем от и до, соответственно, конечно, для них более льготные условия даже рассмотрения сделки. Конечно, предприниматели много пользуются услугами кооператива, при том хочу сказать, что это короткие деньги на самом деле, то есть мы ведь видим, что процента выше, да, от 20 до 30, и вот здесь как раз хочу сказать, что вот эта востребованность средств Кировского областного фонда, вот как раз здесь она и нужна сегодня нам, чтобы максимально мы снизили процентную ставку, ту, которая на сегодня у нас есть. Вот на сегодня процент по сбережениям там до 20% у нас, соответственно, сами понимаете, по какую процентную ставку мы можем выдать кредит. Ну не меньше, как минимум. То есть, соответственно, конечно, тут средства Кировской области, вернее, правительства Кировской области, они вот как раз очень нужны. А вообще, вот если рассмотреть, да, вот этих людей, которые приходят, в том числе фермеров, иметь, собственно, не только дозволяется брать, да, займы в кредитном потребительском кооперативе, другими заемными средствами, они тоже пользуются? То есть и банками разрешаются, да? Конечно, конечно, они пользуются, они кредитуются и в фонде поддержки предпринимателей, соответственно, процент там самый низкий на сегодня. Они кредитуются, вот она кредитуется в Ростельхозбанке, ее поддерживает. То есть, конечно, они кредитуются везде. То есть, здесь вопрос сроков, вопрос близости к потребителям. Мы говорим, да, о коротких деньгах, скорее всего, о коротких деньгах, и, конечно, они очень востребованы. На сегодня у нас, вот я как раз везу пакет документов в Кировский областной фонд для рассмотрения, на сегодня востребованы 7 миллионов рублей, вот как раз предпринимательский ресурс, те, которые нужны предпринимателям более дешевые, чем мы выдаем. На сегодня люди готовы брать, готовы развиваться, развивать территории. Часто ли вы сталкиваетесь с невозвратами? Ну, невозвратность, конечно, есть, от нее никуда не деться. Соответственно, проработана определенная политика, политика возвратности, поэтому все идет по плану. А, опять же, по предпринимателям, на какие цели в основном берут? Цели различные. Вот сейчас сельское хозяйство мы слушали, да, строительство, в основном строительство больше на сегодняшний момент, пополнение оборотных средств очень часто, очень часто вот именно для того, чтобы предприниматель как раз выполнил все свои обязательства. То есть, на самом деле, поставщик подвел, нужно платить, вот, соответственно, кредитный кооператив. Соответственно, предприниматель у нас со всех сторон, получается, застрахован. — Добавить хочет Лариса Алексеевна Федор? — Вы знаете, когда мы говорим о коротких займах, возможно, кто-то думает, а как это короткий займ можно вернуть? У меня много меховщиков, которые им нужно закупить быстро. — Это зониха? — Нет, это скорняки, которые шьют. Они покупают в зонихе, в Слободском, в Костроме. — Ну, Слободской изначально... — Да-да-да, они покупают меха. Они не могут, когда им заказали шубу, это люди, которые работают в ателье, то есть они шьют на заказ. Им заказали шубу, они не могут приехать в зониху и взять там меха. — У нас еще один есть звонок, мы еще хотим пообщаться с одним членом-пайщиком. Это Ирина Бокова, член пайщик кредитно-потребительского кооператива «Фаленское общество взаимопомощи». Вот о роли кооператива в ее жизни хотим узнать. Ирина Анатольевна, добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. У нас тут в эфире очень много мнений, прозвучало очень много голосов. Хотим услышать ваше мнение о вашем кооперативе «Фаленское общество взаимопомощи». Какую роль играет в вашей жизни, чем вы занимаетесь? — Мы индивидуальные предприниматели, занимаемся в лесной отрасли лесозаготовками. И наш «Фаленский кооператив» нам очень в этом помогает. Когда нужны денежки, то простые люди, конечно, не дадут. Это кооператив, обращаемся без проблем, минимум документов, все очень быстро. И я считаю, что такие кооперативы, они, мне кажется, даже лучше, чем сами банки. В банке нужно очень собирать много документов, а здесь два документа, и через день деньги. Это быстро, удобно. — Сколько раз вы уже пользовались, и какие суммы? — Суммы очень большие, называть я их не буду. А пользовались, вот на протяжении трех лет я пользуюсь услугами кооператива нашего «Фаленского». — И при этом ваш бизнес как-то чувствуется, развитие, вы расширяетесь? — Конечно, чувствуется, развитие, расширяемся, все очень, очень нравится. Не знаю, кто там говорит против кооперативов, но я только руками и ногами за. — Но вы не думаете, что это зависит от руководителя? То есть есть, может быть, кооперативы не столь успешные? Насколько я знаю, Фаленское общество взаимопомощи – один из флагманов кредитной кооперации. — Ну, конечно, может и от этого, потому что, во-первых, общение, объяснение, сколько нужно платить. Девочки все расскажут, умницы, молодцы. Культура общения, конечно, и, во-первых, что объясняют все, понятно, доступно, очень. Все на пятерку у них с плюсом. — Спасибо большое, удачи вам, Ирина Бокова, членопольщик кредитно-потребительского кооператива «Фаленское общество взаимопомощи». Еще у нас заканчивается разворот на бизнес, вот уже последние секунды. Давайте быстро итоги нашего опроса. Ну, ничего не изменилось, к сожалению, может быть, для наших гостей. К знакомым у нас большинство пользователей нашего сайта обращается, эхокирова.ру. Вот так сначала банки лидировали, сейчас все-таки знакомые на первом месте оказались и на странице нашей ВКонтакте. Тоже к знакомым привыкли обращаться, наши сограждане, наши земляки, когда возникает вопрос взять денег в долг. — Ну и будем следить за развитием ситуации по работе рабочей группы. Может быть, действительно поменяется отношение к кредитным кооперативам, и те задачи, которые поставлены в программе в ассоциации, они будут выполнены. — Ну что, спасибо большое нашим гостям. Олег Прохоренко, Владимир Сметанин. Прощаемся. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!